В Ярославле состоялся семинар международной программы «Займись регби». Преподаватели физкультуры осваивали основы динамичной игры. Тренировал их советский и российский регбист-мастер спорта СССР Виктор Ковтун. Главная цель – научить преподавателей играть в регби, чтобы они, в свою очередь, научили подрастающие поколения. Игорь Шевченко о том, как прошли занятия. Этот вид спорта в Ярославле только набирает популярность. Он сильно отличается от привычного нам футбола, баскетбола или волейбола. Мяч здесь переносят исключительно в руках. Отбирать его можно с применением разумной силы. Такой семинар скорее интенсив. Преподаватели физкультуры два дня к ряду занимались регби под руководством тренера – эксперты из Москвы. Укрепляли не только тело, но и дух. Регби – это не игра, это больше система воспитания, как говорят в Англии, в Ирландии. Хорошо развиваются партнерские качества, дружеские качества. То есть, что все играют плечом к плечу. Регби – это большая семья, огромная по всему миру. Но мне самой было интересно посмотреть, как этот вид спорта можно вообще, чем можно зацепить на этот вид спорта. Почему я должна сказать своему, например, ребенку, что иди занимайся в тег-регби, это здорово, это классно. Вот я на себе попробовала, и на самом деле это большое удовольствие сегодня получила от игры. На этих тренировках играли в так называемое бесконтактное регби. Тут вместо прямого противостояния нужно сорвать ленточку – тег с пояса игрока команды противника. Это будет считаться успешным удержанием. После каждой игры обязательный разбор полетов и настройка на нужную волну. На априори в них не может ничего делать. Что вы должны сделать? Если регби – игра, то и тренироваться надо в игре. Мы используем, мы делаем акцент на игровой метод обучения, на тот метод, который самый интересный. Дети всегда приходят, чтобы поиграть. И учителя обладают способностями дать им это возможность удовлетворить запрос детей на игру. Далеко не все, что показывают в фильмах, правда, регби отличается от привычной обывателю американской версии игры тем, что тут гораздо легче мяч. Не нужна специальная амуниция, а пас можно передать только назад. Никаких побоищ и куча из людей. Только техничная работа в команде и качественное исполнение спортивных приемов. Это командный вид спорта. Очень командный. Индивидуально ты ничего не сделаешь. То есть это командный дух. И чтобы не травмироваться, ну, конечно, это тренировки. Это тренировки, это опыт, игровой опыт, прежде всего. Власти города и региона поддерживают молодой вид спорта. Проходят различного уровня соревнования и турниры. Ежегодно в Ярославле проводятся такие крупные соревнования, как пляжная регби имени адмирала Ушакова, Кубок Ярославского Золотого Кольца России по регби и Ярославская регбийная лига по ТЭК-регби. На этом Федерация регби не останавливается в планах привлечения студентов из ведущих ярославских вузов. Игорь Шевченко, Игорь Мосин. Главные телевизионные новости.